им привет здравствуйте меня зовут илья это канал изучаем си плюс плюс вместе и мы продолжаем с вами 17 занятия занимаемся и гистард храус 8 плюс самостоятельно за 21 день и остановились вами на 17.7 листинге в котором мы познакомились с такими функциями вы членами класса до как сайт и capacity посмотрели размер посмотрели емкость нашего вектора поэтому если не смотрели про вектора самого начала с первого листинга по ссылочке в описании переходите в самое начало и знакомьтесь с вектором но если вы совсем новичок си плюс плюс и случайно попали на этот ролик но хотели бы понять погрузиться и вот раз как бы получать удовольствие процессе изучения c++ то посылочка цен также переходить на самое самое первое занятие начинаете оттуда ну а мы с вами продолжаем у нас сегодня класс дека библиотеки stl соответственно перед тем как мы начинаем все как обычно все по традиции не забываем ставить лайк и подписываться канал самого начала ролика потому что напоминаю что 48 целых шесть десятых процентов зрители моих смотрят с подпиской а вот злодеев без подписки больше поэтому надо бы подписаться окей поехали дек класс дека является классом динамического массив библиотеки стель похожим на класс вектор но обеспечивающим быструю вставку удаления элементов как в конец так в начало данного массива экземпляр класса дека для целых чисел можно создать следующим образом определить двусторонней очереди целых данных дека инс также указываем да как векторе in indica совет чтобы использовать классы стадо дека в исходный файл в исходный текст программы необходимо включить соответствующий заголовочный файл им блюд т.к. хорошо так схематически двухстороннюю очередь так можно представить так как показано на рисунке 17.2 ставка в начало вставка в конец элемент один элемент во внутренней организации двусторонней очереди схема хорошо двусторонняя очередь очень похожа на вектор в том что она обеспечивает вставку и извлечение элементов с конца с помощью методов пушбэк и попбэк который мы кстати рассмотрели с вами в прошлых роликах подобно объекту двухсторонняя очередь обеспечивает также доступ к элементам с использованием семантики массива и оператора индексации отличается же двустороннюю очередь от вектора тем что позволяет вставлять элементы в начало массива извлекать их оттуда используя методы уж фронт и пуш и поп фронт соответственно листинг 17.8 создание и использование до поехали комментируем наш предыдущий листинг и погнали так для того чтобы работать с декой нам сказали что нужно нам директив при процессора д.к. 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 далее нам нужен будет include stream чтобы что-то выводить на экран и еще мы будем пользоваться какими-то алгоритмами поэтому алгоритмы нам тоже понадобится так четвертая строка четвертая строка но с вами главная наша функция int main в ней мы указываем что будем пользоваться пространством имен ст.д. далее на 8 строки года у нас комментарий определение двусторонней очереди целых чисел определение двусторонней двусторонней очереди целых чисел чисел и создаем объект нашего класса д.к. говорим что это интовая штучка у нас будет и называемые и пин д.к. д.к. так 11 строка кода вставка целых чисел в конец массива ставка так к целых 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 где я целых чисел конец массива я ухожу ухожу красиво так значит чтобы вставить целые числа в конец массива нам нужен с вами обращаемся к методу класса методу члена класса д.к. пушбек через оператор выбора поля помню до через оператор точки обращаемся к функции не функция к методу члена класса д.к. пушбек вот так и вставляем соответственно туда наши вот эти вот прекрасные пушбеки уж б 345 это пишем ручками не копируем потому что мы не ленивые и во избежание ошибок да ну и вообще чтобы ручки сами все это дело писали в голова запоминала и мы с вами были качественной программе чуть подожди порвет скорую чувствую что мне хорошо так к целых чисел в начало массива следующие у нас комментарии вставка целых чисел начала массива здесь соответственно у нас будет индека и потом как пушфронт то еще фронт у нас это начало пушфронт и подло будем вставлять 210 уж фронт далее опять же у нас индека д.к. пушфронт метод 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 для функция член д так и индека уж фронт нулерг вот так вот так 21-22 строка кода соответственно 21 строка сяут содержимое д.к. после вставки элементов сяут а я сказал за книгой скажу боже когда же мне за ней сходить и уже расскажу когда-нибудь об этом или нет там так красиво написано забываю постоянно что за дела содержи я д.к. после вставки элементов мне просто так понравилось как там это был подождите я могу на паузу нажать секунду так вот сходил в общем тут купил себе еще книжечку называется c++ это просто автор еще вам они это же как сит арка не язык так вот по поводу сяут здесь вычитал прям прикольную такую штуку как-то раньше об этом никак не задумывался здесь пишется то в действительности идентификатор сяут вообще сяут то есть вот это вот называется идентификатор как-то я раньше об этом вообще не задумывался но в общем сяут это индифика и идентификатор является объектом является объектом он предопределен для стандартного потока вывода поток является абстракцией означает относящийся к потоку данных стандартный вывод обычно осуществляет вывод на экран хотя можно это понятно далее далее он пишет о том что символ вот этот вот символ является оператором вывода данных оператор вывода данных ну так мы это с вами знали слава богу да а вот дальше фраза мне очень понравилось он направляет содержимое переменный и ринг вот обратите внимание он направляет содержимое переменные расположенные справа объекту слева от него ну то есть у нас как бы здесь вот я не знаю как вот это интерпретировать у нас же здесь как бы нет переменной да у нас здесь просто символ то есть ну понимаете да как как здесь написано он направляет содержимое переменной расположенной справа объекту сяута то есть сяут это не просто какая-то вот ну я пишу сяут потому что он выводит мне на экран сообщений сяут это объект который в который да в который мы направляем через оператор вывода данных вот это вот все это прям ну блин прикольно просто в нашем примере он передает троковую константу то есть вот это вот у нас троковая константа то есть прикольно да вот прям жесткая такой когда вот купил прочитал такой вот прикольно что-то читаешь и всегда узнаешь что-то так ну это я к тому что во первых книга кстати прикольник да ну во вторых но она такая не так все разжевано там как будто бы уже надо что-то знать но вот такие вот определение ты уже когда читаешь еще раз да то есть ты уже как бы это вроде бы знал вроде бы этим пользовался потом начинать считать еще что-то новое для себя подчеркиваешь вот такое ощущение у меня был когда я прочитал но я обещал поделиться я поделился все поехали дальше может быть ладно неважно 21 строка значит у нас сяут объекте out мы передаем нашу константную строку содержание дека после но хотя вот если так говорить до константную срок строку то возникает вопрос а где же у нас string да ну классно string как будто бы он там где-то мнимо как-то о море рекорд чар содержимое дека после вставки лимит если вот так навести мы увидим что это к ну ладно это мне кажется уже для более продвинутых но понимаете да понимаете да насколько это прикольно что этот объект и при помощи от этого оператора мы у него передаем вот это вот на нашу строку как бы чаров скуда ну получается конс чара как будто бы массив ну в общем вы поняли здорово каждый раз узнавая что-то новое ты просто происходит вот такой так вот а значит пусть он содержимое строки далее у нас с вами опять же объект нашся вот я не знаю теперь как себя вот называть просто бы дальше у нас просто сел пока не будем на сто процентов знать как правильно говорить не будем говорить никогда будем говорить как обычно так в начало и конец в начало и конец двоеточие соответственно inline далее 24 строка у нас с вами комментарии в котором вывод содержимого дека на экран вывод держимого дека на экран на экран у нас будет с вами цикл for в котором есть сайт сте называется пробон каунт 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 нулю здесь нулю далее размер нашей деки indica сайс индека саду только через станет индека сайс вот так вот индека сайс и получается префиксный инкремент так вот такой вот у нас будет с вами массив соответственно на 29 строке кодов все аутов переселок мы будем выводить с вами элемент 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 у нас там что такое элемент так вот каунт вообще такое слово неудобно и потому что всегда хочется написать out они каунт и когда пишешь сяу там этот каунт в общем вообще неудобно но в любом случае ладно уж написано занимаемся так индека индека соответственно по индексу здесь у нас будет каунт каунт the line так хорошо 33 строка кода у нас здесь просто будет in line чтобы строчку нашу перенести так 35 строка кода извлечение элемента из начала извлечение элемента из начала так также у нас индека индека индеку дк дк и поп фронт дам поп поп фронт вызываем этот метод и получается извлекаем элемент сначала извлекаем смысле вырезаем удаляем или извлекаем или чё из начала и извлечение элемента с и элемент элемента элемента с конца элемент 5 элемент мило елович уже говорит старый так далее т.к. и там будет нас поп-бэк поп-бэк извлечение то есть наверное все-таки удалить а здесь мы кстати не проверяем а тайс деки то есть она уменьшается здесь или как так далее у нас далее далее содержимое дека после удаления элементов 41 строка сяут содержимое содержимое дека после удаления но все-таки удаление написано элементов значит они все-таки удалились сяук из начала и конца и конца онлайн что такое ты чё же плохо тебе а ну да мне плохо знаете вроде а мне уже плохо так 44 строка 44 строка отображение содержимое с помощью итераторов следующая строка для устаревших компиляторов следующая следую я строка для устаревших так она здесь под комментарием т.к. ин оператор элемент работать будет да вполне себе работает ни в чем себе не отказывать так но у нас здесь будет цикл for далее мы здесь делаем авто авто элемент с элемент с элемент соответственно далее у нас элемент здесь у нас будет час беги на опять наши да а ну кстати да от элемент с не нулю здесь равен а элемент ста наши равен наше начало нашей деки т.к. и гин мдк беги уже через оба беги и ин таким дека беги на элемент у нас идет пока не равен нэнду соответственно здесь индика н и элемент у нас тоже вот вот постоянно допить заметили опять здесь и тратор нитрата вот видим какой-то какой уже урок подряд да вот я вот дохожу до вот этого вот момента и у меня что этот инкремент рефиксный инкремент я все когда и тратор встречается с инкрементом у меня что-то в голове переворачивается я начинаю говорить что и тратор это инкремент очень интересная голове что-то происходит так нула а далее соответственно в нашем цикле в нашем цикле что мы делаем мы создаем так со сте переменная со сте переменную в сэпп в сэпп в сэпп который кстати наш дистанция наша функция дистанция помним мы в прошлом на прошлом занятии и делали недавно короче совсем не делали смотрели ну дистанцию и соответственно так элемент хорошо и выводим все это дело элемент элемент в сэпп 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 разыменовываем раз именовать наверно там час надо элемент до до писали уже это просто дело поэтому что-то уже как запоминается ручками так хорошо окей давайте теперь разбираться что мы тут по написали еще единственное что сэпп локейл сейчас сюда прикрутим всего чтобы у нас и лица выводилась поехали смотрим читаем разбираемся и предсказываем что мы увидим когда запустим значит для начала подключаем 3 директив при процессора дека я стрим и алгоритм соответственно дека нам нужно для создания объекта деки стрим нам нужно для того чтобы работать с объектом sea out а хорошо по моему хорошо звучит да вот теперь понятно когда мы комментируем и а стрим у нас с вами объект как ну вот понимаете когда мы условно вот деку мы тоже за комментируем и становится понятно что без директиве при процессора деку мы не можем создать объект класса дека и как мы когда подключаем ну как бы вот это слово подключаем мне не очень здесь нравится поправьте меня пожалуйста что мы сделаем то мы делаем когда мы указываем вот это вот include дека мы указываем компилятору ну как бы то как там было помните было в книге что мы указываем к миллиатору ставить на это место ну огромный кодку что здесь происходит да когда мы include какой-то пишем коде в это место вставляется огромный шматок кода вот этой вот деки до или там этого есть стрима когда мы как правильно сказать что мы где подключаем подключаем к чему в смысле к проекту подключаем директиву наверное тогда то есть мы здесь подключаем или к чему мы подключаем или чем вообще ну то есть как по-человечески вот это вот сказать что мы делаем include дека указываем компилятору использовать деку ну и вот я к чему к тому что да сейчас красиво да можно говорить что если мы отключаем и и стрим дата у нас объекты сяут у нас мы не будут работать это это прикольник так вот лирическое вступление значит при инклюда у нас дека и от стрима алгоритм соответственно дека для создания деки ее стрим для работы объектов сяут и ну всех остальных и алгоритмы для работы нашего алгоритма distance что ли сейчас алгоритмом работы distance из алгоритма вот опять же да здесь ну в общем для избежания каких-то ошибок потому что как там говорит у нас один грамотный комментатор скорее всего у нас здесь нет ошибки потому что что-то где-то куда-то к чему-то подключено и поэтому в общем в любом случае подключаем для избежания ошибок здесь нам это надо раз нам ничего не подсвечивается но автор же не просто так то сделал поэтому он подключить далее у нас функция саклакеил чтобы выводить кириллицу далее мы указываем капиллятор что мы будем пользоваться пространством на стд чтобы не приписывать везде префиксы стд объявляем объект класса деки явно указано что он будет винтовый индеку и называем и не цена инициализируем а но название вот все время идентификатор идентификатора у него у нас и дека далее через функцию член пушбек через метод член пушбек нашего класса дека мы добавляем к нашему индеку к индеке добавляем три целых значения в конец массива при помощи вот этого пушбек здесь ставили все понятно да то есть у нас не было там как бы ничего да и мы вставили в конец 345 потом также через push фронт мы вставили в начало 230 то есть вот здесь вот на этапе содержимое дека после вставки элементов в начало и в конец вот этот вот наш цикл но здесь все просто дать count 0 д касается работает пока дека сайт и здесь обычный инкремент ну то есть префикс на инкремент вот соответственно здесь элементы выводятся все как бы все понятно элемент там будет число элемента и что в нем лежит здесь нас выведется с вами 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 да вот потом потом у нас там пробел ну как бы enter понятно прыгну как помещение строки да далее извлечение элемента из начала мы удаляем 0 потом мы удаляем пятерку то есть в нашем с вами дк останется 1 2 3 4 соответственно экране он будет содержимое дека после удаления элементов из начала и конца отображение значит здесь нас цикл в которой мы используем ключевое слово авто и здесь через итераторы будем выводить наши элементы соответственно беги нэн все понятно инкремент пост префиксный инкремент используем и в теле нашего цикла у нас есть offset offset переменная в которую мы присваиваем значение нашей и stands да как бы как вот это вот объяснить то здесь у нас есть начало есть конец элементы offset или цикл у нас будет ну будет выводиться то есть как там было нулевой 1 2 3 4 элемента соответственно здесь у нас опять будут 0 и единички только у нас в нулевой уже будет лежать единичка помним да потому что мы 0 удалили мы удалили они с конца элемента ну то есть конь средний элемент иначально до что если неплохо объясняю но в любом случае я думаю все понятно здесь вот поп фронт по бэк и у нас будет в нулевом индексе лежать единичка в первом индексе двоечка в во втором индексе троечка и в третьем индексе у нас будет четверочка то есть мы ожидаем что мы увидим с вами 1 2 3 4 0 5 мы не вот как-то так как-то так ну мы ожидаем я ожидаю возможно вы ожидаете что-то другое поехали смотрим содержимое дека после вставки элементов начала и в конец элемент 0 0 1 2 3 4 5 все окей содержимое дека после удаления элементов из начала и конца 1 2 3 4 хорошо вроде бы все как вот мы хотели то мы с вами увидели у автора тоже самое хорошо давайте к анализу анализ в строке 9 строке 9 создается экземпляр дека целых чисел экземпляр класса дека целых чисел целых чисел инда создается но не знаю надо ли это объяснять но мне нравится и объясняю сам себе в общем строке 9 создается экземпляр дека целых чисел обратите внимание насколько этот синтаксис похож на синтаксис создания вектора целых чисел строки 1214 строки 1214 демонстрирует применение функции члена класс как мне нравится не могу применение функции члена pushback класса деку а строки 1719 функции членов уж front соответственно наличие последний отличает дек от вектора применение метода pop front показано в строке 36 о фронт первый механизм отображения содержимого дека используют для доступа к элементам синтаксис обращения к элементам массива а второй итераторы последнем случае как показано строках 4753 4750 ты для вычисления позиции смещения позиция смещения да вот это вот позиция смещения там немножко сложновато конечно в элементах последнем случае как показано строку 4753 для вычисления позиции смещения элемента в двухсторонней очереди используется алгоритм std distance но вот все-таки distance до это алгоритм но почему-то он работает и с закомментированным инклюда мугари может кстати будет работать некорректно давайте-ка допустим может быть там что-то сейчас произойдет нет будет радовать что нибудь два раза это сделаем и работает ну в общем в общем вот distance из алгоритмов точно так же как и при работе с вектором листики 17.5 хорошо совет если вам нужно опустошить контейнеры стель такой как вектор или дек то есть удалить все хранящиеся в нем элементы вы можете воспользоваться функции членом clear приведенный далее код удаляет все элементы из вектора в листинге 17.7 интеджер склер и вектор и дек имеет функцию член м так давайте раз уж здесь такое дело раз то здесь такой топ-доп топчик потому что видите дальше а так много роликов записываю что ничуть и как быстро но так вот что тут у нас интеджер клеерс импеджер и очищает все да то есть если мы паса мы можем вот это дело скопировать и после после клира посмотреть что будет соберется у нас так программа или нет до после клира размер 0 емкость 7 но емкость не меняется то есть как бы вектор то приведенный далее код удаляет все она удаляет все элементы из вектора а интересно да удаляет все элементы из вектора он удалил нам все значения он просто обнулил вектор или нет подождите а емкость нет емкость но нет емкость но нет он все-таки удалил на емкость 0 и мысли размер размеры его 0 емкость и да окей то есть как бы вот это 7 там где-то висит и вот это вот семерочка размер то столово 0 хорошо правильно спасибо большое замечательно так приведенный далее код удаляет все элементы из вектора удалили поняли запомнили метод функция член clear векторе и вектор и дек имеет функцию член empty которая возвращает true если контейнер пуст сама она не удаляет элементы из контейнера это делает функция clear как показано далее для дека или для дека так давайте посмотрим посмотрим так возвращаемся сюда здесь у нас используем эндеку эндека лир лир и далее если эндека хочу запись такая точка лишняя до . смысле скоб 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 скобки лишние чатка книги то те аут контейнер 2 ну я думаю да тут не нужны скобки потому что ну как бы вот потому что так хорошо давайте запустим посмотрим до контейнер пусть видеть после лера у нас контейнер стал пустым ну так просто глаза болят вот так хорошо контейнер пуст хорошо вот так вот так замечательно познакомились с вами с декой рекомендуется рекомендуется используйте динамические массивы вектор или деку если количество элементов которые необходимо хранить массиве заранее неизвестно спасибо помните что вектор может расти только и творится только он с помощью функции dizi на пушên Stacy помним что вектор может прести с конца только с конца а replicate мы можем и вначале вставлять и в конец хорошо помните что дек может расти в обоих направлениях с помощью функции членов push back и push фронт кстати интересно в вектор то мы можем вставлять и в середину а вот про деку ничего нам не сказали можно ли вставлять средину но я думаю что нет туда к она вот именно но она значит называется очередь его играть Вот, поэтому, как бы, вряд ли она может вставлять себе в середину. Так, рекомендуется, кстати, ну ладно, это и потом. Не рекомендуется, не забывайте, что функция член поп-бэк извлекает последний элемент из коллекции. Не забывайте, что функция поп-фронт издаляет из дека первой элемент. Не обращайтесь к динамическому массиву за его пределами, ну да, чтобы все не взорвалось. Так, отлично, отлично, я вас поздравляю, господам. У нас с вами закончилось 17 занятие, мы познакомились с вами с векторами, познакомились с вами с векторами. На следующем занятии мы с вами рассмотрим резюме, вопросы и ответы, и, соответственно, контрольные вопросы. Повторим все вот эти наши знания, которые здесь были. Ну и будем переходить к упражнениям, которых там аж целых 4. Так, если посмотрели ролик до конца, все поняли или чего-то не поняли, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и писать комментарии. Комментарии вообще важно. Ну и я напомню, да, что на 48,6% красавчиков подписано на канал, кто смотрит с подпиской. Если смотрите, не поленитесь нажать на подписку, нажать на колокольчик, чтобы вот это число росло, потому что мы мужчины. Вот, большое вам за это спасибо, отдельная благодарность всем, кто подписался. Вот, мне зовут Илья, это канал изучаем C++ вместе, занимаемся по книге Сидкард Храус 8, плюс, самостоятельно за 21 год. Ой, день. Идолады специально. Увидеть в следующем ролике, на котором разберем контрольные вопросы, вопросы и ответы, и вообще подведем итоги 17-го нашего занятия, перед тем, как у как темно. Как темно. Перед тем, как перейдем к упражнениям. Так что, не хмурьтесь, как погода, и все коды у вас будут работать. Все, всем пока, увидимся в новом ролике.